Друзья, с вами вновь самый спортивный, зажигательный, ну и актуальный проект «Здоровье, сила, красота». На улице потрясающая погода, самое время для активного отдыха. Сегодня мы покатаемся на скейтах, поиграем в пляжный волейбол, ну и узнаем немножечко о вакцинации. Что ж, давайте скорее начинать. Самокаты, велики, пешие прогулки. Лето – отличное время для уличных активностей. Я давно мечтал встать на скейт и даже попробовать пару трюков, но только под присмотром специалиста. Погнали! Дима, привет! Привет! Расскажи, давно ли ты катаешься на скейтборде? На скейтборде сильно-сильно я катаюсь последние лет пять. До этого с десяти лет я так покатывался у друзей и просто занимался в основном в другой дисциплине. Кстати, с чего началось твое увлечение? Увлечение именно скейтбордом? Мое увлечение началось, конечно же, с друзей, с компанией, в которой мы общались, со школы где-то вот. Как начальную школу закончили, так мы начали выбираться на улицу и кто чем занимается, делились друг с другом. Кто-то катается на роликах, кто-то на скейте. Мы меняемся и развиваемся кому что начинает нравиться. Я знаю, что олимпийские виды спорта даже вот сейчас и всем скоро будут по скейтборду. Так это или нет? Совсем недавно, да, писали скейтборд и серфинг по олимпийские виды спорта, потому что не смогли уже отрицать то, что это уже мощный-мощный спорт. Не дворовая культура какая-то, а уже начал продвигаться куда-то дальше. И в следующем году в Токио будут олимпийские игры по скейтборду. Вот, Дим, скажи только по чесноку. В Сыктывкаре как дела обстоят с людьми, которые катаются на скейтбордах? Отлично. Много людей? Отлично. Да, дела идут очень хорошо. Каждый год добавляется все больше и больше подростков. И добавлю не только подростков, а много взрослых людей встают на скейт и начинают кататься. Кому-то интересно, кто-то мечтал об этом с детства, не получалось, не было возможности, никто не учил. Сейчас мы берем взрослых, берем тех, кому за 30, в районе 40, они катаются и девочки, и взрослые парни. Никто ничего не боится, да? Сразу встают и как вы их учите? Боятся, боятся, много боятся. И страх убирается. Вот эти методики, такие подходы, каждому свои потихоньку учишься маленькие легкие какие-то движения делать. И через пару занятий ты уже едешь по Кировскому парку на доске. Ну вот я новичок, да, скажу честно, я ни разу не стоял на скейте, да, на доске, как ее еще называют? Какие еще названия есть? Скейт, доска? Скейт, дека, фанера, как бы фантазия. Ну в общем, я ни разу не стоял на этом инструменте, на этом транспорте, да, снаряде, да. С чего мне стоит начать? Вот как новичку, любителю, поделись. Самый лучший вариант – это найти человека, который тебе все хорошо подскажет. Все, я тебя нашел. Все, отлично. Уже… Далее? Далее. Это разобраться с тем, какая у тебя нога будет ведущая. А как это определить? Есть много разных способов, все они спорные. И самый лучший вариант – это попробовать. Встать для начала одной ногой, повернуться, потом попробовать. Если это твоя ведущая нога, то ты встанешь, и тебе будет комфортно. Если не твоя нога, то ты начнешь вставать, и тебе начнет это все не нравиться уже потихоньку. Скажи, как подобрать димскейт? Вот вроде бы доска, простая доска, да, вот нюансов-то наверняка много. Да, здесь очень много вариантов размеров, форма, жесткости, прогиба и так далее. Рисунков. Это самое главное, да. Здесь подбирается все сначала по новичку, это под размер ноги, рост, вес, примерно такие. Потом дальше ты уже как продвинутый скейтер, который чуть-чуть покатался, выбираешь для себя удобную ширину, выбираешь для себя удобную длину, жесткость колес, скорость вращения и качество подшипников и так далее. Все уже идет на индивидуальном уровне. Я уточню еще, что скейтборд это не только вот такая доска, это много разных дисциплин. Есть скейтборды-крузеры, которые только для маневренного катания по городу. Есть скейтборды-лонгборды для длительных, далеких каких-то расстояний, да. Есть в мире пара человек, которые путешествуют. Круто. Одна девушка пару лет назад проехала из Европы в Россию, не слезая с доски. Здорово. Вот еще вопрос про скейтборд, да. Он развивает физическую какую-то способность? Мышцы может качаться, когда ты катаешься? Да, да. Дыхательная система, вся группа мышц тренируется. Также тренируются мышцы-стабилизаторы, косые системы. Все это развивается в скейтбординге. Ну хорошо, хорошо, разрекламировал хорошо. Я предлагаю покататься. Пойдем. Дим, спасибо тебе за беседу, за мини-тренировку, за твой мастер-класс, можно сказать. Пожалуйста, давай, приходи к нам еще, покатаемся. Масштабная вакцинация идет по всей стране. Кто может сделать прививку, где и, главное, как происходит процесс вакцинации, узнаем у фельдшера Ирины Подюковой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрю, желающих сдать прививку, сделать прививку немало. С чем это связано? Очень много желающих приходят прививаться. Опасаются, конечно, в первую очередь за свое здоровье и здоровье своих близких, родных, кто их окружает. Все хотят защититься. И единственная пока что защита – это вакцинация. Я с вами солидарен. Скажите, Ирина, вот, например, человек, перед тем, как сделать прививку, он должен ли сдать тест, анализ на антитела? Кровь на антитела сдавать не обязательно. Любой желающий приходит, проверяем давление, термометрию, осмотр проводим и опрос пациента. Ирина, при каких случаях не делается прививка от ковид? Первое – это обязательно термометрию приводим пациента. Если выясняется, что температура выше 37, мы отказываем пациенту. И если есть у пациентов – обострение хронических заболеваний. А если у человека, например, есть антитела, он об этом не знает, как вот мы не сдаем тест, говорить, не обязательно сдавать? Не обязательно сдавать. Единственное, если пациент знает достоверно, что он переболел, ему лучше по возможности, конечно, сходить, ну, по желанию пациента и проверить, точно ли у него есть. Можно ли делать прививку людям с низким иммунитетом, со слабым иммунитетом? Делать можно. При осмотре и опросе врача или фельдшера мы выясняем, какую нужно пациенту сделать прививку. То есть есть даже варианты, да, прививка? Да, на основании осмотра. Расскажите более подробно, какие варианты? Первая прививка – гам-ковид-вак, это спутник ВИ, больше известная. Двухкратная вакцинация. Вторая – эпивак-корона, тоже двукратная вакцинация. Больше, у кого иммунитет снижен, мы предлагаем вторую. А какая прививка пользуется спросом? Конечно же, спутник. Спутник, да, он наш. Скажите, можно ли делать прививку будущим мамам, беременным женщинам? Беременным женщинам и в период грудного вскармливания вакцинация противопоказана. Лучше отказаться, да, самый безопасный вариант. Ирина, скажите, самые главные правила после того, как человек сделал прививку, что нужно делать и что категорически нельзя? В первый раз, когда пациент первичную вакцинацию получает, обязательно все равно нужно носить маски, соблюдать масочный режим, потому что первая вакцина еще не защищает. Дальше три дня соблюдать рекомендации врача, такие как избегать чрезмерных физнагрузок, кто спортом занимается, алкоголь исключить и баня, сауны, бассейны. Ну, я знаю, что как только человек сделал прививку, они у вас сидят и ждут. Чего они ждут? Они ждут. Смотрят, первое, смотрят на свою реакцию на прививку. Если все хорошо у них, чувствуют себя хорошо, замечательно. Вы их отпускаете, да? Ну, да. Все равно полчаса они сидят у нас под наблюдением медработника. Ирина, где можно сделать прививку? Вот я знаю, что есть места в торговых центрах, где это можно осуществить, да? Сейчас. Сейчас уже в торговых центрах их закрыли. Лучше приходите все к нам, сюда, на Ленина, 49. Это госаптека, вход с торца здания. Приходите без записи. Всех желающих обязательно примем и привьем. То есть заполняем анкетку и, в принципе, делаем ту самую прививку для себя, для своих окружающих, дабы обезопасить свое здоровье. Ирина, наша беседа подошла к концу. Спасибо большое за то, что вы с нами пообщались. Спасибо. Лето, солнце, пляж, шезлонг и прохладный лимонад. Представили картину? Кстати, о пляже. Я, например, не могу лежать на солнце дольше пяти минут. Хочется движения. Вот тогда на помощь приходит волейбол. Пляжный. Пряжный волейбол – это немножко другой волейбол, чем классический. В нем своя изюминка, свой кайф. И особенность в том, что на площадке два игрока, и они в постоянном движении. В этом есть определенная сложность, но и в этом же и интерес. Что-то качается, когда ты делаешь пас или, наоборот, не пас? Пляжный волейбол, в принципе, развивает общую физическую выносливость и какие-то даже взрывные качества. Поэтому в процессе задействованы практически все группы мышц, поэтому очень полезное занятие. А что круче – баскетбол или волейбол? Слушай, для меня вопрос вообще сложный, потому что баскетбол – это моя изначальная любовь. Волейбол – настоящая, поэтому каждому свое. Если у человека низкий рост, невысокого он роста, нужно ли ему играть в волейбол? Конечно, в волейбол… Как закидывать? Нет, есть различные, как сказать, позиции, в которых играют игроки в классическом волейболе, в пляжном. Есть достаточно много примеров невысоких игроков, которые прыгают достаточно высоко и очень успешно играют. Можно ли сказать, что волейбол – это командная игра? Конечно. Два человека – это все равно команда. То есть, если один косячит, друзья, то косячит вся команда, правильно? Конечно. Расскажи, профессионально ли ты занимаешься волейболом? Да, конечно. Сколько по времени уже? Ну, с детства, скажем так. С самого детства родители, наверное, дали тебя, да? Нет, сам пошел. А чем вот тебя привлек этот вид спорта? Ни футбол, ни там, я не знаю, ни баскетбол, ни борьба именно в волейбол? Не знаю, вот какая-то тяга-то появилась к нему. К мячу, да? К мячу, да. Ударить мяч после меня, принять, потянуть его. Хорошо, что мяч, друзья, ударить. Скажи, пожалуйста, Вась, чем отличается профессиональный волейбол от любительского? Ну, тут нету такого подразделения, как бы, любительский или профессиональный. Ну, любительский, можно и во дворе играть, его скажем. А тут уже соревнования, республика. Ты, кстати, участвовал в каких-то соревнованиях, принимал участие? Да, постоянно участвую. Места какие-то, да, призываешь? Да, конечно. Без этого никак. Ну, вот мы находимся сегодня в закрытом помещении, да, очень много песка. Мы не зависим от погоды, дождь, снег, без разницы, да? А вот чем все-таки отличается пляжный волейбол от классического волейбола, помимо локации? Ну, во-первых, это более трудозатратный спорт, потому что ты играешь на песке, а не на твердой поверхности. То есть тут сложнее играть? Тут сложнее играть. Тут ты играешь вдвоем с напарником. Поляна чуть, конечно, меньше, но, тем не менее, подвигаться нужно побольше. То есть тут опаснее играть, от этого и травмы, да? Ну, бывает всякое, конечно, без этого никак. Советуешь ли ты нашим телезрителям играть именно в пляжный волейбол? Ну, у кого есть к этому направленность, тягота, то, конечно. Друзья, программа «Здоровье, сила, красота» уходит на каникулы. Проведите это лето активно и весело. Катайтесь на велосипедах, бегайте, плавайте и больше гуляйте. Обязательно улыбайтесь и берегите свое здоровье. До встречи в следующем сезоне. Пока!